Практика показывает, что большинство бытовых пожаров происходит в домах, где стакан спиртного дороже жизни. Поэтому, чтобы избежать беды, в гости к неблагополучным семьям, проживающим в старом жилом фонде, регулярно приходит специальная комиссия. Сотрудники противопожарной службы, полиции и социальной защиты проверяют электроприборы, проводку и розетки. Словом, все, что может стать причиной возгорания. Также специалисты проводят и профилактические беседы с любителями зеленого змея. Андрей Иванов побывал сегодня в рейде и был шокирован беспечностью некоторых родителей. Дом по первому адресу напоминает трущобу. Гостей сегодня тут явно не ждали и поэтому на стог в дверь реагируют не сразу. Жильцы живут буквально в потемках и главу семейства. Похоже, совсем не волнует вопрос о том, что в квартире давно стоит заменить старую проводку на новую. А ведь именно такие дома находятся в зоне риска. Не сарай и не хижина, а дом в черте города. Семья из четырех человек ютится в этом крохотном помещении, почти как у Раскольникова. Розетки не то, что бросаются в глаза, а мешают проходе. Впрочем, мать двоих детей уверяет, что эта часть дома обесточена. Для наглядности была готова даже пальцы в розетку засунуть, но спасатели попросили ее этого не делать. Следующий адрес подсказал участковый. Едем в гости к следующей проблемной семье. В этой комнате старенькой коммуналки проживает многодетная мать и четверо детей. На месте хозяйки не было. За детьми присматривает ее сожитель. По заверениям участкового выпивают тут регулярно. Инспекторы МЧС выдают агитационные листовки квартиранту, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации тут не забывали, куда нужно позвонить. По нашему направлению это дополнительно довести до граждан то, что они, в принципе, проживают в таких, в общем-то, не совсем благоприятных условиях, где-то не полностью соблюдается требование пожарной безопасности. Довести информацию, как вызывать пожарную охрану, потому что многие не знают, что телефон вызова пожарной охраны 0-1 по-прежнему или 112. Ну и распространение наглядной агитации. В начале этой недели в пролетарском пожаре погибли 6-летний ребенок и пенсионерка по заключению полиции. Мать мальчика была в момент возгорания пьяна во избежание подобных несчастных случаев. И проводятся такие рейды. Особое внимание неблагополучным семьям. А их в Серпухове почти полсотни. И в каждой проживают маленькие дети. Андрей Иванов, Даниил Белинов, Ольга Волкова, ОТВ, Серпухов.